Привет. В правительстве РФ одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам о потенциально опасных психоактивных веществах. Надо сказать, это не первая инициатива законотворцев. В прошлом году они хотели заблокировать Википедию за наличие описания и схем изготовления психоактивных веществ. И как вы думаете, что с подобными инициативами не так? Помимо того, что они ограничивают свободу интернета, они делают недоступными просто кусок знаний о реальности. Наркотики существуют объективно, вне зависимости от того, разрешено о них писать или нет. Нельзя делать вид, что наркотиков не существует, если о них никто не знает. Более того, знания о веществах, встречающихся в природе, должны быть не только у людей, интересующихся наркотиками, но и у большинства специалистов сферы естествознания. Для иллюстрации того, что подобные инициативы лишены вообще всякого здравого смысла, я расскажу вам об одном из представителей царства грибов, отдела сумчатых, о клавице Пс Пурпурия или Спарынье Пурпурной. Да-да, именно из нее был получен один из самых мощных и известных психоделиков современности, ЛСД-25. Спарынье имеет достаточно сложный цикл развития. Он состоит из трех стадий. Склероция, такого черно-фиолетового рожка. Он представляет собой сплетение мицелия гриба. Головчатой стромы, таком видоизмененном мицелии, произрастающем из склероция и имеющим в себе типичные плодовые тела сумчатых грибов, перитетции. Вот так, кстати, выглядит срез через строму под микроскопом. И стадии конедиального спороношения или сфацелия. Как видите, у них и впрямь все сложно. Настолько, что ранее эти три стадии считали самостоятельными видами грибов. Склероция – это покоящаяся стадия. Для активации ее прорастания необходимо длительное действие низкой температуры. И это не инструкция, просто констатация факта. Весной они, наконец, прорастают в стадию головчатой стромы. В строме, как вы уже наблюдали, есть плодовые тела – перитетции, в которых содержатся сумки с сумкоспорами. Последние способны прорастать мицелием, заражая молодые цветущие злаки. Это интересное приспособление гриба. Сумкоспоры распространяются в период цветения растения хозяина. В результате, вместо зерна в злаке растет стадия конедиального спороношения. Здесь начинают производиться особые неподвижные споры – конидии. На зараженных грибом растениях через недельку-другую выделяются капли медовой росы. В ней содержится большое количество таких спор, которые переносятся насекомыми на другие растения, обеспечивая новые заражения. Через неделю после появления медовой росы появляются склероции, которые зреют примерно столько же времени, сколько и зерно. Занимает это 30-40 дней, и склероции нас интересует больше всего. В них накапливаются алкалоиды – эрготоксин, эрготамин и эргометрин. Из эрготамина спорыньи щелочным гидролизом может быть выделена лизергиновая кислота. И из нее в 1938 году Альберт Хоффман путем присоединения диателамидной группы получил ЛСД. Впрочем, употребление спорыньи практиковалось значительно раньше. Например, в средние века для вызова выкидыша или избавления от мигрени. Проблема в том, что в те же средние века массовые заражения ржи приводили к тому, что люди в течение длительного времени, в небольших дозах, сами того не зная, принимали алкалоиды спорыньи. Это вызывало так называемый эрготизм – формы отравления, известные как ведьмина корча и антониев огонь. Нарушения в поведении, психозы, галлюцинации, судороги и даже гангрена. Существует также ряд гипотез, связывающих отравление спорыньей и судебный процесс над салемскими ведьмами. В журнале Science в 1976 году была опубликована версия, говорящая о том, что галлюцинации у детей, которых якобы поразили ведьмы, возникли от отравления хлебом, содержащим алкалоиды спорыньи. Многие считают эту гипотезу спекуляцией, надо сказать, небезосновательно. Есть гипотезы, объясняющие отравлениями спорыньей такие события, как Великий Страх во Франции, когда низшие сословия в обстановке слухов об аристократическом заговоре подняли восстание. И если бы это было действительно так, то все мы должны были бы сказать «Спасибо, спорынья!». Ведь Великий Страх привел к принятию Декларации прав человека и гражданина, которая повлияла на конституции огромного количества стран и вообще провозгласила идею прав человека. Не забывайте, все это всего лишь гипотезы, забавные, стоящие внимания, но предположения. Не надо упарываться каждый раз, когда вам понадобятся ваши права. Пока! Описание жизненного цикла спорыньи. Вот вам самая простая схема изготовления психоактивных веществ. Надеюсь, вы поняли абсурдность таких законотворческих инициатив.